По итогам 8 месяцев 2020 года, январь-август, 37 тысяч российских компаний получили убыток в 10 триллионов рублей. Вину приписывают ограничительным мерам, которые ввело правительство. Сейчас объявлять национальный режим самоизоляции не собираются, потому что медицина уже готова к борьбе с вирусом. Но угрозу представляют выборы президента Соединенных Штатов Америки. Повлияет ли результат на российскую экономику? Как, скажем, победа Байдена может сказаться на рубле? Разберемся вместе. Если Трамп в первую очередь полагается на развитие внутреннего производства, то есть на то, чтобы сделать США крупнейшие промышленные державы мира, то Байден в первую очередь полагается на финансовое доминирование. И тот, и другой будет жестко пытаться подмять под себя весь мир. Поэтому России в данном случае, в общем-то, ожидать смягчения санкций не приходится. С начала года девальвация рубля составила почти 22%. Опрошенные эксперты РБК считают, что большая часть рисков уже заложена в стоимость российской валюты. Они ждут волатильности, то есть изменения после выборов, но считают, что до конца года рубль даже окрепнет. С российским рынком акций ситуация схожая. Есть риск, что жесткая риторика Байдена обернется новыми санкциями. Тогда под ударом окажутся в первую очередь нефтегазовые и банковские сектора, но не российский госдолг. Однако президентство Джо Байдена – отличная новость для целого ряда отраслей. Зеленая энергетика, электромобили, медицинская марихуана, инфраструктура и даже китайский бизнес. Среднегодовой курс доллара в 2000 году составил 28 рублей 16 копеек. В марте 2020 года курс доллара достиг 80 рублей. Курс американской валюты увеличился более чем в 2,5 раза за 20 лет. И это как раз непредсказуемая нестабильность. Ленарда Влетьяров, Илья Андреев, Универньюс.